Друзья, всем привет! Это видеоблог для серии продюсер. У нас в таком необычном первом астромате, в зуме, все используют. Ну, я тоже решил воспользоваться, тем более у нас такой классный повод, то есть провести такое, это даже не интервью, а такой разговор. Теперь уже мы, как сказать, участники одного замечательного проекта, который придумали вот ребята и девушки, и парень, с которыми я сегодня хотел провести эту сессию. Это веб-сериал «Детектив на карантине». Итак, у нас, значит, у нас в прямом эфире Настя, Света и Роман. Можно я как бы так... Да. Все, всем привет! Вот. Мы сейчас, получается, находимся в монтаже и скоро выйдет наш сериал на Ютьюбе. И вот я хотел, чтобы вы рассказали вообще с самого начала, как вся эта история началась. Да, так получилось, что мы с Настей Ромой знакомы уже 15 лет. Мы вместе работаем на титуре. Сейчас мы все работаем над детективными проектами разными. И, получается, мы все очень любим детективы. Это то, что нас объединяет. И вот как-то раз я просто думала о том, что очень хочется снимать детективный проект, но был карантин, было все очень грустно, все нестабильно, все непонятно, что делать. И вот появилась такая идея, что что бы делал, например, детектив, наш любимый герой из наших любимых книг, сериалов и фильмов, если бы он находился в такой же ситуации, как и мы. Он бы точно не сидел бы сложа руки, не страдал бы, не грустил, а попытался извлечь из этого максимум. То есть он бы начал заниматься своим делом только удаленно. А что у него есть? У него есть только компьютер, интернет, какие-то детективные фишки, которые он может использовать. Типа брать отпечатки пальцев дистанционно, замечать какие-то вещи, которые они видят остальные, улавливать в рассказах людей то, что не соответствует действительности, но это можно делать, даже не выходя из комнаты. Ну и, конечно же, я написала Насте, я написала, что «Привет!» Это рубрика «Безумные идеи от Светы», которая всегда поддерживает мои безумные идеи. Потом мы вместе с Настей и Ромой уже созвонились, обсудили, и так, в общем, все и началось. Первая наша идея была в том, что вот сидит совершенно запертый на карантине, на самоизоляции человек, которому нельзя выходить. Ага, значит, он пенсионер. Давайте сделаем так, чтобы первая сцена была как раз, ему исполняется 60 лет, и всех пенсионеров перестают выпускать. Какая драма, да-да, давайте. И мы сколько, наверное, недели жили этим персонажем, который, кто у нас там был? Писатель, детектив, который, на самом деле, ничего никогда не расследовал. Но он очень хорошо в этом разбирался, поскольку у него 40 лет писал эти книги. Да, потом мы познакомились с вами, Николай, начали его разгребать как-то этого персонажа, сделали его все-таки бывшим операм, по-моему, в какой-то версии. Потом познакомились со следующим продюсером, это уже был Андрей, вот, и, собственно, после зума с ним мы решили, что для ютюба персонажу не должно быть 60. Мы хотели его омолодить сильно, но потом нашли Чингиза, влюбились в него все, как в артиста, и так наш 60-летний детектив стал 30-летним. Очень все хорошо отыграл, правильно, поехали. Все, нормально, у меня камера готова. По сути, из-за Чингиза этот проект и стал украинско-казахстанским, потому что главный актер был из Казахстана, и как бы сразу возник какой-то объем какой-то работы, которую нужно делать в Казахстане, потому что в противном случае, я, честно говоря, на каком-то этапе я не понимал, зачем я нужен, потому что, условно говоря, если мы все снимем в Киеве, мы сценарно тогда же сильно думали, были варианты, можно было делать это в Казахстане, можно было, ну, то есть события, да, по сути, можно было сделать это все в Украине, как бы, и тогда, после того, как мы утвердили Чингиза, я понял, ага, значит, все-таки у нас такой международный проект. Да, я еще хотел добавить, что этот герой, 60-летний бывший опер, он никуда не делся, он просто перекочевал из главного детектива, просто в нашего, его помощника, доктора Ватсуна. Тут вот уже был такой у нас в сетях прикол, потому что, ну, вот, актер, который играет вот этого психолога, Тимура Ибраимов, когда уже писали о, ну, об этом проекте, то есть, его воспринимали, что, ну, Глубога, Чингиз Капин, казахстанский актер, и Тимур Ибраимов, какой-то наш казахстанский актер, потому что у него и имя, и фамилия, на казахский, и у нас Ибраимов, есть еще такие, даже там, одна династия даже людей известных, вот, и было смешно, потому что, ну, как бы, вообще Тимур Ибраимов это ваш, ну, украинский актер. ТТС, терапия творческим самовыражением. Расскажите, пожалуйста, ну, нашим зрителям, ну, так как, в случае, потому что мы всю эту изнанку, как бы, знаем, получается, ну, на определенном этапе подключился Андрей Куприенко, то есть, продюсер, ну, то есть, украинский продюсер, да, и правильно я понимаю, что если вот, условно говоря, мы с вами только-только в обсуждении придумали, что это будет веб-сериал, но на тот момент уже Андрей и наш будущий, ну, и нынешний режиссер-постановщик Виктор, да, они уже, они уже снимали такой веб-сериал, ну, похожий веб-сериал, я имею в виду, то есть, вот, сериал «Корантин», да, то есть, ну, только он был ориентирован на молодежь. Мы, когда связались с Виктором, мы не знали, что он причастен к карантину, мы просто знали, что это хороший режиссер, мы пересекались с ним на нескольких проектах, и, в принципе, он из тех людей, которые за любой кипиш, и, когда мы ему написали, первое, что он ответил, это прислал ссылку на карантин, ну, на свой сериал, мы такие, да нет, ты не понимаешь, мы видели, это не то, у нас круто, у нас детектив, ну, не просто там, ну, не знаю, мелодрама, или потом они, и комедия, у них такая смешанная и я вообще удивилась, что Витя согласился, потому что он все еще был занят на карантине, и ему настолько понравилась, концепция нашего детектива на карантине, что он решил, ладно, я не отдохну, как все нормальные телевизионщики на карантине, а устану еще больше, чем обычно, но я сделаю этот проект, и поэтому, да, вот у него уже был некий опыт, которым он поделился, там, технические какие-то моменты, ну, и я помню, что первое, что он нам сказал, ребята, вы даже не представляете, насколько гибкими нам нужно быть, у нас может отвалиться актриса, и нужно будет переписать сценарий за ночь на актера, ну, например, таких ситуаций у нас, конечно, не было, вот, но в целом, да, мы корректировали сценарий, у нас было по несколько драфтов за день, только исходя из каких-то ограничений по локациям, актерам, каким-то таким вещам, то есть у нас немножко по-другому задумывался, например, четвертый эпизод про тройняшек, но когда мы увидели локацию, ну, немножечко там подкорректировался, больше сделали акцент не на хоррор, как задумывали, потому что локация не позволила сделать хоррор, она какую-то, даже она у нас получилась, как-то немножко комедийная, хотя мы изначально совершенно не собирались сделать в этой серии комедию, не последняя. Да, я даже скажу больше, что сюжетная линия полностью переигралась, потому что мы планировали под обычного парня из Киева, главного героя, а у нас главная сюжетная линия всего сериала связана как раз с Казахстаном, то есть мы полностью ее переписали, после того, как появился Чингис. А еще, когда мы вообще хотели же не открывать до последней серии, что он в Алматы, но когда мы увидели его вид из окна, эти горы, мы такие, да нет, давайте в третьей серии откроем, чтобы зритель тоже насладился, ну, или там в пятой где-то мы открыли. да. В общем, это... Ну, я, кстати, тогда... Ой, я даже спойду. Это вырежите, пожалуйста, на монтажах. Я тогда удивился, потому что, ну, мне казалось, что Чингис, в принципе, он мог бы быть и парнем из Киева, ну, в смысле, я думаю, обойтелев обыгрывать, потому что, ну, он не такой прям ярко выраженный, да, ну, казахской национальности. Я думаю, что он, в принципе, может это... Ну, было прикольно, потому что, что вы там переделали сценарий, и мы, как сказать, и он стал человеком, ну, из Казахстана, и там уже... Ну, в общем, мы не будем спойлерить, там, обыгрываем какие-то вот эти вот моменты из его предыдущих. Вот. Ну, Чингис, он прямо был в восторге от проекта. Он со мной делился, и вот как бы... Ну, это было круто, что все люди на таком, как бы, энтузиазме, и они, ну, по крайней мере, вот те, кто участвовал в проекте, и мне даже немножко было грустно, потому что, ну, с одной стороны, на вас смотришь, вы там уставали вообще, я не знаю, как кто-то мне со стороны это видел, вот, ну, с решением всех проблем. Вот. А с другой стороны, вы были в такой, как бы, ну, я не знаю, это... Наверное, это можно было видеть только где-то, знаете, в студенческой жизни, где-то, ну, когда-то кто-то, ну, не знаю, там, играли в КВН, или в какую-то самодеятельность, когда люди, ну, как бы, горят, как бы, в какой-то степени даже смотришь на них и завидуешь, потому что думаешь, ну, вот, как они сейчас, и ведь на самом деле сейчас на них самое важное только это, вот только вот это сделать, и все, как бы. А в это время весь мир, ну, лежит на диване, смотрит сериальчики, как бы, и... Да? Все, убрали, расстроил он вас. У нас отвалился айфон. Я его приклею, и обратно все будем снимать и на зум, и на айфон. Перед тем, как мы вот начинали этот проект, я хотел, чтобы вы сравнили каждый по очереди вот свои какие-то ожидания, как это будет, ну, первое, как это будет, да, потому что все-таки это было впервые, и, ну, и, ну, и что получится в итоге. Это было одно и то же, либо, ну, была какая-то большая разница. Я хочу сказать, что изначально, когда мы все это придумывали еще втроем со Светой и Ромой, мы вообще-то не собирались делать веб-сериал в принципе. Мы думали, что мы делаем телевизионный продукт, который покажут по телевидению, но выглядеть он будет, ну, как бы, как будто бы снятый на все эти камеры, как будто бы снятый на камеры артиста, но на самом деле приедет оператор, выставит свет, снимет, ну, и, собственно, мы-то думали, как, ну, как мы обычно делаем. Мы написали текст, заявочку, хоп, отправили на канал, нам пишут, вау, классно, пишите сценарий, и мы просто напишем сценарий. Мы так думали, пока однажды нам не позвонили вы, Николай, и не сказали, ребята, так можно сейчас это самим сделать? Пусть артисты сами себя снимают, у них же у всех есть веб-камеры. Ну, то есть, по сути, веб-сериалом он стал благодаря вам. Мы-то отправляли его на телевидение, и самое смешное, что, когда мы уже сняли все, уже были там какой-то второй или третий драфт пилота смонтированного, нам начали отвечать с телеканала. Какой интересный проект! Мы вот не ориентируемся, мы такие, извините, мы уже сняли его, пока вы рассматривали. В этом прикол, пока телевидение очень долго заряжает эту свою машину, мы уже успели сделать проект. Мы не ожидали, что это будет одновременно такой объем работы и такой интересный объем работы, то есть, ты в этом сериале попробуешь себя в роли сценариста, не знаю, костюмера, гримера, реквизитора, специалиста по локациям, актеры одновременно становятся художниками, постановщиками, гримерами и просто тоже костюмерами, то есть, все делают все и это получается какой-то, не знаю, огромная синергия и просто такой какой-то прямо семейный проект. То есть, вы не чувствуете, что вы работаете над чем-то, вы чувствуете, что вы просто живете и вы, не знаю, какие-то счастливые дети, которые придумали очень классную игру. И вот это вот ощущение, которое за мои, наверное, уже 12 лет на телевизионе, это, наверное, было практически впервые. И это было максимально круто, особенно учитывая, что как бы часть нашей команды находилась за много-много тысяч километров, и это тоже было очень здорово. Да. Ну да, это такой выход из зоны комфорта все-таки, потому что, ну, я лично не привык работать ни на площадке, никак, я просто сценарист, который пишет тексты. И мне нравилась эта моя роль, но, естественно, такой опыт интересный. Как Света говорит, можно было побыть, ну, вот, например, в кастинге я никогда не брал участия, не принимал участия, потому что, ну, это не работа сценариста, а тут можно было посмотреть на актеров, можно было сказать, ну, а, нет, этот мне не нравится. Ну, точнее, нет, они все были классные, конечно же. И выбирать среди сотен прекрасных претендентов и мучиться выбором только одного. мне нравилось, когда обсуждали кастинг, и когда актер, ну, кто-то из актеров говорил, нет, я не буду. Я его очень хорошо понимал, потому что, в общем-то, когда актер соглашается на роль, ну, в обычном проекте, ну, это одно, а когда актер соглашается на роль в нашем проекте, это означает, ну, почти всегда, значит, кто-то, ну, то есть, он будет снимать из дома, сам, подбирать себе костюмы там, то есть, находить какие-то решения по гриму, ну, то есть, это такая, мне кажется, что здесь любая позиция в нашем проекте, она была такая полупродюсерская, полухудожникная, ну, знаете, там, то есть, давайте освоим все профессии, как бы, ну, как бы, все вместе, да, то есть, ну, в этом плане, конечно, мне кажется, это очень интересный проект, и я, честно говоря, ну, так как я не сильно все-таки был погружен в процесс, у меня была такая отдушина, я заходил, ну, в ваши вот сессии, даже если там, ну, я не принимал участие, мне нравилось, как вы, в общем-то, все это решаете, знаете, там, ну, как бы, быстро-быстро разговариваете друг с другом, что-то там дописываете, и я уже говорил об этом, то есть, и меня вообще, вот это вот, ребят, именно с телеком, и что я разговаривал тоже, ну, как бы, из других отраслей, из рекламы, из кино, но вот ребята из украинского телека, скажем так, это всегда, как такая куча муравьев, она так, знаете, я не хочу никого обидеть, но она накидывается на проект, знаете, это может быть казаться даже бессистемным, то есть, разбирает его полностью сами на косточки, друг с другом, друг с другом постоянно коммуницирует, говоря друг другу, что надо делать там, и так далее, и так далее, то есть, ну, и вот, как бы, не остается ничего пустого, да, то есть, хором, ну, как сказать, делает этот проект, я такое уже видел, я, честно говоря, давно уже по этому соскучился, я просто 5 лет назад делал шоу, прям мы снимали в Киеве, я вот, я вот все это уже видел, мы ее снимали в экстремальных условиях, я видел, как ребята там накидываются, и каждый там, кем бы он ни был, каждый там заодно и про другого подумает, и про себя, и про то, что, а кто вот это вот будет делать там, и быстренько все это раскидали, ну, это было вообще чудесно за этим наблюдать, потому что какая-то такая энергия оттуда шла, и я как-то, ну, мне именно в этот момент как бы казалось, все не так уж и плохо, в общем-то, ну, в жизни, потому что вот такой есть энтузиазм, есть такой проект. Вот вы сказали про то, что, ну, что вот эта непривычность этой роли, что вот, ну, например, вы сценарист, да, а потом приходится заниматься и тем, и другим, и третьим, и это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, наверное, это какой-то выход из какой-то зоны комфорта, а вам не кажется, что, наверное, это в миниатюре, возможно, эта модель, это то, к чему вообще вот как бы идет это производство, да, вы знаете, что вот сценаристы играют все большую роль, они все больше продюсерские функции, там, вот эти примеры шоу раненства или вот этих огромных контрактов создателей Игры Престола, то есть никто так сейчас не может возвыситься, по сути, в индустрии, как сценаристы, то есть, ну, он может быть с человеком самой низкооплачиваемой ставкой, дойти до 200 миллионов, ну, понятное дело, все зависит от таланта, от многих вещей, но, ну, никто другой так не сможет, то есть сейчас не сможет талантливый оператор и даже режиссер уже, не сможет, грубо говоря, там, в этой индустрии, ну, грубо говоря, умножиться на тысячу, там, на 10 тысяч, да, то есть, в смысле, если, ну, если его проект успешен, может быть, это вообще начало какой-то другой модели, знаете, как вы, что вы думаете по этому поводу? ну, конечно, ведь история, это фундамент, на который состроится, а историю создает сценарист, поэтому сценарист, вот это справедливо, что сценарист отыгрывает более-более важную роль во всем этом, я думаю, что, да, возможно, так и, ну, это правильное развитие, правильное направление, да, мы должны, мы обязаны отыгрывать больше роли в производстве, безусловно, и мне это нравится, но я надеюсь, в дальнейшем, конечно, мы будем еще более влиятельными, сможем реализовывать все эти истории, снимать эти истории, которые, ну, мы пока по каким-то причинам или по причине, там, негибкости телеканалов или еще чего-то реализовывать и все-таки находить возможность еще кажется, что вот эта нынешняя история с нашим проектом, она немножечко научила тому, что действительно, как говорил наш режиссер Витя Суховрус, что нужно быть более гибкими, что сейчас же как раз, вот посмотрите, если на молодое поколение, которому принадлежит, например, наша главная актриса Ира Кудашова, ей 20 лет, она популярный блогер, у нее больше миллиона подписчиков, и я сейчас смотрю на вот этих молодых ребят, они одновременно и сценаристы своих видео, и режиссеры, и операторы, и актеры, и гримеры, то есть они делают все, они делают это быстро, они делают это так, что это интересно как минимум их аудитории, и они, в принципе, быстро переключают на что-то новое, если появляется ТикТок, они переключаются на ТикТок, появится что-то другое, они тоже будут переключаться на это, то есть сейчас главное не цепляться за какие-то старые устаревшие формы, не пытаться часами думать, как это снять, как это смонтировать, а просто пытаться рассказать свою историю, потому что истории, в принципе, как говорит Рома, они действительно важнее всего, то есть мы это знаем еще по сказкам, когда ходили люди и рассказывали сказки по разным городам, селам и так далее. И сейчас мы, по сути, тоже это делаем. Мы рассказываем сказки, чтобы люди чувствовали себя лучше, и мы просто пытаемся делать это как-то по-новому, по-другому. Суперкруто вот это вот сокращение времени между придумыванием идей и ее реализацией. Вот это меня больше всего поразило в детективе на карантине в этой работе. Вот этот вот очень короткий путь, пугающе короткий, который мы преодолели, и уже начали делать, и вот уже. Ну, правда, немножечко... Ну, там есть какие-то моменты, которые затягивают это делать, до выхода в эфир. Но от задумки до создания роста. Вы знаете, когда я смотрел, вы напоминали мне, вот знаете, есть такой сериал английский, эпизоды называется, и там супруги, авторы сериала. Вы же помните, у них там такая американская система, что серия выходит раз в неделю, и прямо сейчас они пишут, потом на следующий день это снимается, и как бы, ну, а уже там, условно говоря, еще через 4 дня это уже было стоять в эфире. Ну, то есть, я тогда, я в жизни-то никогда такого не видел, честно говоря, да? Мы же все равно вот этими циклами живем, как бы, съемками. И было классно, что там обсуждаете, там, и там Рома, например, говорит, ну да, но это мы поменяем, и вот это вот, вот она теперь зайдет с этим, и вот как бы, и это сразу, это снимается уже завтра, да, то есть, ну, по сути. Да, да, был такой, был такой момент. Расскажите, пожалуйста. Да, у нас был какой-то Zoom организационный. Говорите. Мы там работали над созданием КПП, не помню, какой-то по организации был Zoom, и мне что-то казалось, что моя роль не обязательно, я присутствовала, если что, там, быстренько принять какие-то решения, и параллельно за Zoom конференцию написала поэпизодник серии. То есть, мы настолько быстро работали, потому что он там через два дня уже должен был быть в читке от актера. И кастинг-менеджер должен сегодня от меня получить задачу с текстом проб актеров. Ничего, два дела параллельно, и это возможно. Нормально же получилась серия, ребята? Да, отлично. Да. Для меня, знаете, была тема по гейм, это когда мы почти снимали почти последний эпизод в Казахстане, и когда в какой-то момент мы снимали, как там, ну, в общем, сцену, которую мы не будем спойлерить, но с чингисом, это было в Казахстане, все смотрели в Zoom из Киева, в этот момент, в общем, взлетал коптер, и Виктор Сухобрус через Zoom командовал коптером, через мой телефон, который, в общем, камеру, которую я открыл на экране, и это было там, ну, то есть оператор в Казахстане питает коптером, которым руководит режиссер из Киева, который смотрит через три экрана, по сути, в смысле, и он говорит, давай, давай, налево, ну, ребята, он еще успевал там клебоутками наших актеров, там, ну, ребятушки, ну, давай, сейчас вот, ты вот так вот, ты встань вот так вот. Плавно взлетаем вверх, плавно взлетаем вверх, вверх пошли, вверх, 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 выше, резче, 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 открываем горизонт. Я, честно говоря, не понимал, потому что я-то видел, я это вижу, все, что происходит, но я не понимал, как он ориентируется, потому что если смотреть то, что мы показываем его в экране, с этим очень трудно разобраться. В какой-то момент Витя говорил, ну это просто какой-то сюрреализм какой-то. Или как-то, я не помню, как он выразился, что мы вот это сейчас делаем. Вот, это оно. И по кругу можете там крутануть чуть-чуть. Знаете, я хотел еще, ну с учетом того, что у меня в основном зрители из Казахстана, расскажите, пожалуйста, если можно, если теперь не касаясь этого проекта, как вообще становятся сценаристами, ну хотя бы на вашем примере вот в Украине. То есть я знаю, что есть несколько категорий людей, люди, которые приходят из КВН, люди, которые приходят из журналистов, самая большая такая распространенная. Ну и, наверное, кто-то, это, наверное, меньшая категория, ну подправьте меня, если не прав, кто-то прям, ну учился на на драматургию, на сценарное дело. Расскажите, пожалуйста, как у вас это произошло? Да, ну я могу начать, потом ребята тоже продолжат о своем пути рассказывать. Вот интересная история, что у меня есть подруга, которая как раз училась на драматурга, и сейчас в итоге она очень талантливый художник Бутафор, и как раз одна из, как раз тоже была в нашем сериале. То есть вот она тоже пришла в кино, но каким-то другим путем, то есть из сценариста до Бутафора, очень интересно. А мой путь был, в принципе, один из из журналистики. Получается, я долго работала в реалити, и потом как раз мы вместе с Настей работали над сериалом, и до этого я еще тоже писала книги и так далее. То есть вот такой достаточно классический, еще интересно. Ну и журналистики очень интересный опыт, особенно после реалити, что у тебя очень-очень много характеров людей, лица проскальзывают, проходят между тобой, ты видишь, как это в жизни, какие истории бывают, какое что, и потом весь этот просто опыт ты можешь уже в своих выдуманных персонажей вложить, какую-то их живую речь, какое-то их поведение, сами повороты, которые куда круче, чем в любом кино. То есть реалити, в принципе, дает хорошую школу, и дает, наверное, еще хорошую школу какой-то стрессоустойчивости, возможно, возможно, еще какого-то реакции на, ну, тоже гибкости. То есть когда ты приезжаешь на съемку и понимаешь, что у тебя там нету героя, нету ничего, ты должен придумать, как обыграть эту ситуацию, это помогает потом и в сценарной работе тоже. То есть, ну, мне кажется, что, в принципе, из реалити это неплохой вариант. А как это, Светлана, как это произошло? То есть, ну, получается, вы попали в какую-то группу авторов, которые уже работали, и у них, ну, то, что касается структуры, там, ну, какого-то формата, у них, как сказать, набрались опыта, да, то есть поучились у них на практике, да? Да, получается, так и было. Как раз я пришла на проект, на котором работала Настя, она мне предложила написать сценарий, я написала, Настя сказала, как это сделать лучше, ну, и так дальше пошло-поехало. Вот как-то так. То есть, в принципе, вот так вот. Да, но еще за пять лет до этой ситуации, или за шесть, Настя вообще не знала, как писать сценарии для сериалов, я никогда не собиралась этим заниматься. Тоже работала кучу лет на телеке, какие-то документалочки мы делали, реалити, все подряд. И общая, ну, знакомая предложила мне на два месяца прийти на проект, который назывался «Реальная мистика». Им просто нужно было закрыть позицию, и она говорила, там немножко сценариев, я тебя всему научу, просто нужно будет там пофиксить повороты, меняется ли персонаж, ну, какие-то такие вещи, я тебя всему научу. Ну, два месяца, там реально было этих сценариев совсем мало, может быть, штуки четыре. Хорошо. Аня мне выслала книжек, штук двадцать, почитай их по диагональке, ничего сложного, драматургия, это вообще фигня, легко. Вот. И я почитала эти сценарии, и внезапно у этого проекта были колоссальные рейтинги. Его вообще придумали для того, чтобы закрыть дырку в эфире, сорокаминутную. И он вдруг дал такие цифры, что его внезапно для всех припродлили на второй сезон. И за вот эти пару месяцев, пока мы готовились ко второму сезону, он уже там был полностью апгрейд, мне пришлось выучить драматургию, потому что дальше заказали не четыре сценария, а девяносто. Вот. И поэтому я, почитывая сценарий, просто интуитивно понимала, что-то здесь не так. И быстренько в литературе находила подтверждение и выход из ситуации, что с этим всем делать. И вот так, собственно, на книжечках, мастер-классы постоянно, на каждые два месяца куда-нибудь мы ходили, что-нибудь покупали, какие-то курсы. Вот. И потом в процессе начали предлагать уже написать какой-нибудь еще. Это был мистический детектив, потом просто детективы начали предлагать. И уже как-то я не могу себя идентифицировать иначе, чем сценарист сериала. И хочу добавить еще по поводу того, как много людей в этой профессии, которые шли к цели, окончили университет, сценарный какой-то факультет. Вот за пять лет этого проекта около где-то 20-25 разных сценаристов и редакторов с нами работали. И только две из них окончили институт Карпенко-Карова драматургический факультет. У нас работали девочки с историческим образованием, парни без образования. Там какие-то строительные курсы, технику мы заканчивали. И просто их, ну вот как-то телек... Кто-то когда-то пригласил его быть режиссером монтажа, указал, как делать склейки. И он из режимонта переквалифицировался тоже в сценариста, потому что он начал... Короче, у нас все самоучки практически. Телевизионщики, но не драматурги. Рома, ты у нас из писателя, кстати, ушел. А, да. У меня похожая ситуация на свет эту ситуацию. Я с телевидения, в журналистику, в редактуру и плавно в писательство, и потом из писательства... Ну, я думаю, писательство у меня-то не закончилось, конечно, сейчас впереди. Но как писатель я, в общем-то, немногого достиг, а вот был как-то аналит, уже как минимум в нескольких проектах поучаствовал. Ну, я делаю это профессионально, скажем так. В смысле, что получаю за это гонорар и все такое прочее. Вот. Ну, еще у меня прекрасная жена, которая меня привела на проект. Реальная мистика, да. Просто я ей как-то помогал, она сказала, слушай, у тебя круто получается, прикольно. И потом я еще очень много отсматривал вместе с ней покадрово, по секундочке, какие-то серии, что там, откуда нужно вырезать, что там, чего добавить, доснять и так далее. И это, конечно, мне помогло понять, что, ну, конкретно по тому проекту по реальной мистики, ну, и вообще в целом мы, конечно, очень много слушали, переслушали лекции, перечитали литературы, перелопатили. Ну, еще, конечно, хорошие книги и хорошие фильмы, хорошие сериалы. Несомненно, для того, чтобы создать что-нибудь хорошее, надо похавать что-нибудь хорошее, чтобы потом его из себя исторгнуть, скажем так. Да. Ну, должно какое-то, какое-то обязательно быть топливо. Да. Да, я, кстати, реально добавлю, кроме, что он действительно очень правильно говорит, что нужно очень много чего смотреть, читать, не обязательно это должно быть сериал, говорят, что, например, чтобы писать сериал, надо смотреть сериалы. Но мне кажется, нет. Нужно смотреть все, что угодно, что рассказывать о истории. Например, я часто играю в игры, как ни странно, там тоже в те же детективные, в те же еще что-то, и ты там находишь тоже какие-то интересные повороты, которые затягивают зрителя, ну то есть, ой, игрока, и ты понимаешь, как это можно адаптировать, чтобы они точно так же затянули зрителя, ну и чтобы это было интересно, и чтобы ты действительно чувствовал, что ты сам открываешь эту историю, а не просто тебя посадили и тебя ее вываливают на тебя. То есть и тоже можно в каких-то, может быть, театральных постановках, просто в разговорах, ну то есть всюду тебе просто нужно поглощать информацию, чтобы потом ее отдавать. Вот мне кажется, вот это важно. Да, это круто. Ну, я хотел добавить вот к Светлане, я думаю, что, вы знаете, как сказать, вот вы играете в игры, как бы, наверное, вам это нравится, а я, по сути, не как, ну, как сказать, я убежден, это не только я один, что вот наша вся история сериальная, она перейдет, вот, сольется с играми, и поэтому надо уже, как бы, изучать игры, по сути, потому что они уже сейчас, как такие объемные, ну, фильмы, сериалы, да, то есть, ну, я не могу себя заставить, как и не могу понять, что все дело для ТикТока, знаете, такой уже в воздухе повисший вопрос, зачем нужен ТикТок, и я не могу себя заставить, то есть, как сказать, разобраться в ТикТоке и не могу сесть и начать играть, ну, в такие вот игры, которые такие повествовательные, я начал играть в Ведьмака, ну, с одной стороны, было круто, но с другой стороны, в общем, ну, я не так проникся, чтобы, вот, знаете, каждый день хотя бы час этому уделять, а по идее, вот, как бы, я вот убежден, что надо, наоборот, то есть, завтра, возможно, я уже не буду понимать, о чем речь, я сейчас некие вещи не понимаю, когда вот говорят про интерактивные сериалы, я, в принципе, понимаю, как это работает, не понимаю, как это писать, но, ну, то есть, но в чем прямо фишка, то есть, от чего люди тащатся, да, ну, и получают эмоцию, мне еще пока, ну, как бы, сложнее понятие, я думаю, этот процесс будет прямо ускоряться, и нам, наверное, надо всем, давайте, давайте все четвером, как-нибудь, зайдем в какую-нибудь сетевую игру и начнем ее вместе проходить, может быть, завтра какой-нибудь сериал, ну, Светлана, поеду, я только за, заведет свое королевство, там, как бы, ну, вот у нас получается, у нас получается два на два, Рома, игрок с огромным опытом, и Света, игрок с огромным опытом, я последний раз играла в девятом классе в Mortal Kombat, поэтому мы, Николай, с вами будем на одном уровне, а ребятки на другом, и мы с вами будем просто на галерах, а они будут завоевывать, с драконами завоевывать королевство, зато у нас понятен герой, его точка, да, начальная точка, от чего он двигается, его изменение будет более явно видно, и нам более лучше будет сопереживать... Арка будет другая, да. Я еще хотел спросить, вот сейчас, как у вас сейчас ситуация вот с этими заявками, если вы помните, мы же с Романом и с Анастасией познакомились вот на семинаре, да, в декабре, вот когда был в Киеве, и тогда я рассказывал, что, ну, как у нас заявки работают, скажем так, а как работают у вас заявки, то есть это вполне жизнеспособная история, если вы, например, ну, являясь там, например, не креативными продюсерами, а просто сценаристами, да, подаете заявки, например, я не знаю, куда, в студии, наверное, студиям отправляете, они отправляют на канал, и тогда, как бы, если эта заявка нравится, ну, приглашаете этих сценаристов писать вот этот же сериал, то есть она вполне такая, как бы, жизнеспособная, то есть у вас такое было уже, да, то есть, ну, и так правильно, Реальная мистика – это все-таки действующий проект, куда, ну, где вы работаете уже, как бы, в том формате, который там уже придуман. Да, Реальную мистику придумали продюсеры на канале, это не авторская идея, это сам канал придумал, но история с заявками жизнеспособна, и вот, например, мы с Ромой, напомню, в прошлом году или два года назад писали 4-х серийку для ТРК «Украина», наша знакомая отправила им свою идею, ну, как бы, грубо говоря, человек с улицы, у нее не было никаких, она всю жизнь проработала вообще на другом канале, СТРК «Украина», у нее даже, наверное, каких-то общих знакомых нет. И заявка понравилась, тогда Женя, эта девочка, подключила нас с Ромой, мы там помогли это делать, вот втроем написали эту историю, плюс еще один из только моих знакомых прецедент – это на новом канале. Девушка работала, не связана с сериалами производства, там у них были всякие шоу студийные, она ушла в декрет, мне стало скучно, она придумала идею, написала директору студии, мол, смотри, вот есть такой-то, такой-то заход. Директор студии пошла к, не знаю, как называется, должность человека, ответственного за сериальное производство, человек сказал, да, да, хорошо, вот такие коррективы, вот они собираются снимать этот сериал уже. Мне кажется, что каналы заказывают реже, чем они работают с авторскими заявками. Ну, вот как в Казахстане вы рассказывали, что есть заказ, делаем про сантехников, и все делают про сантехников. У нас, ну, разве что я сталкивалась, однажды был, на одном канале всех собрали и сказали, давайте сделаем вторую Пушкареву, не родись красивой, наверняка вы знаете этот сериал. Я часто слушал, давайте сделаем вторую, не родись красивой, я это слышу часто. Да, 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 давайте сделаем, да, давайте. Ну, все поприносили заявки, ничего не понравилось, отменили вторую Пушкареву. Ну, а вот, например, в том случае про вашу знакомую, вот Женю, которая отправила заявку на канал, то есть потом что происходит? То есть, грубо говоря, канал работает с астанарной группой или продакшн студия? Ну, в данном случае канал, они просто отправляли свои комментарии, там, например, им не очень нравятся главные герои, они просили поменять некоторые арки, и, в принципе, где-то драфта 4 было по самой заявке, но заявка была там с расширенным синопсисом, где-то страниц на 8. Где-то 4 драфта, и потом все, они окнули, пишите сценарии, мы уже с Ромой писали сценарии, где-то один раз мы получали правки от канала, они значительно отправляли им обратно, и дальше они уже работали с ним. А, и дальше они называли какую-то студию, да? И вы не взаимодействовали со студией? Со студией мы уже не взаимодействовали, ну, то есть, по сути, они купили у нас сценарий, и дальше, ну, мы посмотрели же с Ромой эти серии, небольшие там были изменения, конечно же, нам не понравились какие. автору, но правда, в репликах, да, что там какие-то сцены решены не так, как задумывалось. Что вы можете посоветовать? Я понимаю, немножко банальный вопрос, но я ему не могу его обойти, ну, если люди, которые не работали сценаристами, ну, вот у нас в Казахстане ситуация немножко следующая, мы, наверное, возможно, то есть, наверное, возможен переход от журналистов сценаристов, да, только, как сказать, у вас, наверное, это произошло от какого-то спроса на сценаристов, на сценаристов, да, то есть, было определенное их количество, и вот, как бы, и вот, вот эти уже опытные сценаристы, они подтягивали еще людей, которые, ну, набирались опыта с ними, там, обучались, ну, и как бы это все шло в процессе, да, у нас сейчас проблема в том, что у нас, по сути, ну, во-первых, у нас вообще нет никакого вуза по обучению сценаристов, хотя бы, чтобы понимать, что эти люди хотят, ну, можно пойти на этот факультет, с принципа, не то, чему они там научились, а по принципу, это же люди, которые, ну, решили посвятить 4 года, там, или сколько-то лет, там, этому делу, соответственно, уже есть предположение, что они, там, как сказать, хотят быть ими, да, и, ну, и все, по сути, то есть, есть у нас КВА-чики, есть, в принципе, так же, как вы называете, самоучки, но самоучки получается, как сказать, самоучки, когда человек просто один, ну, то есть, он просто один, считает, что вот, может быть, так правильно писать сценарий, то есть, соответственно, у него нет никакого противодействия, да, чтобы кто-нибудь поправлял, там, говорил, не-не, вот здесь не так, вот здесь вот так надо, там, и так далее, вот, и, но, как мне кажется, что, если у нас, ну, например, в нашей стране, если потенциально и возможно, что, ну, вообще, как-то развивалась эта индустрия, то она вообще может создать только за счет сценаристов, ну, потому что, никто никого не переплюнет в какой-то там, в качестве съемки, там, и так далее, ну, то есть, даже если переплюнет этот, ну, как сказать, это все такое, как сказать, ну, как уже сказал до этого, в самом начале роман, это не самое главное, да, то есть, нужны какие-то свои истории, и, кроме истории, ну, вот этот навык это делать, просто вот, на любом уровне, просто это начать делать, там, вот, и, ну, соответственно, как вы думаете, что, как бы, что основное, за что, к чему нужно уделить внимание людям, которые хотят стать сценаристами, ну, то есть, не сценаристами, просто, авторского кино, а вот, именно, вот, как вы, представители определенной индустрии. Сейчас очень много, опять-таки, помог, наверное, карантин, помогла эта ситуация, в которой мы все, весь мир с ней оказался, очень много курсов онлайн, я бы, наверное, посоветовал, и мы сами этим постоянно, постоянно занимаемся, постоянно слушаем курсы, постоянно делаем какие-то задания, как, например, мы с Настей слушали Сергея Гаврилова, сценарного доктора, очень интересно, очень нам помогло, ну, только теперь нужно это научиться еще внедрять, уже сценарий в жизнь, притворять, вот, но, по крупинке, по крупинке, по крупинке информация собирается, систематизируется, струкруриваются в голове, и, конечно, очень помогает. Если человек, например, совсем не знает о том, что такое сценарий, как он пишется, думаю, так какие курсы очень помогут, хотя бы понять, вот когда ты открываешь чистый лист бумаги, что там должно происходить, это помогает. Понятно. Ну, а для вхождения в индустрию, мне сейчас в голову пришла такая мысль, можно посоветовать, поискать какие-то долгоиграющие сериалы по 90 серий в сезон, ну, если у вас бывают, которые там длятся по 5 лет, я уверяю, там всегда нужна свежая кровь, пускай люди начнут с того, что у них просто будут покупать заявку. У нас были неоднократно такие ситуации, когда приходили, ну, вот, например, девочка вообще актриса всю жизнь работала, она узнала, что где-то там вот на реальной мистике нужны заявки, она пришла на собрание, послушала, написала заявку, ее эту заявку приняли. В итоге человек написал 4 сценария. Ну, дальше там, может быть, не очень пошло, потому что все-таки их нужно писать на определенном уровне, ну, по крайней мере, человек попробовал. У нее был вот такой шанс, и ей, у нее сразу появилось очень много учителей, которые рассказывали вот буквально по сценам, по структуре, по реплике, как надо делать, как не надо делать. И вот, собственно, я так наблюдаю, по сути, и я точно так же зашла в индустрию, просто что-то написала, это понравилось, и все начали меня быстро учить, как это сделать хорошо. Да, я поддержу Настю, потому что вошла в индустрию, то есть это действительно очень хороший путь. А от себя еще добавлю, что еще есть вариант, особенно, может быть, для ребят помладше, это действовать через блоги, например. То есть ты пишешь историю, которую ты сам можешь снять теоретически на телефон, ты можешь найти ребят, друзей своих, актеров, режиссеров, которые тебе помогут это воплотить, и ты сам для себя посмотришь, что работает, что не работает, ты можешь выложить это на YouTube или в Instagram, посмотреть, какой будет отзыв от людей, что им понравится, что нет. И самое главное, вот что я поняла, у меня просто была очень интересная история, у меня был период, когда я очень хотела стать сценаристкой игр. И я реально искала курсы, искала еще что-то, и я списалась с одним знакомым, который как раз там работал, он говорит, вот есть сайт, вот ты сможешь тут создать свою игру, очень простую, и ты посмотришь, нравится тебе это или нет. Я села писать эту игру, и поняла, что это так скучно, я не хочу писать, я не хочу играть в игры. И я сказала, спасибо тебе большое, ты как бы меня удержал от того, чтобы я пять лет, ну, там не пять лет, там год, по-моему, нужно было ходить на эти курсы, и потом, может быть, ты станешь каким-то младшим сценаристом где-то. А я сразу это попробовала, сразу с места в карьеру, и я поняла, что мне это неинтересно, я хочу в свои сериалы и просто писать это. То есть лучше всего это понравится тебе это или нет, нравится ли тебе эта сфера. Поэтому это действительно, либо ты пытаешься присоединиться к чему-то долгоиграющему, либо ты пытаешься сделать что-то свое, и хотя бы понимаешь для себя, как бы это тебя заводит, это тебе дает энергию, на которой ты будешь жить дальше, или это что-то скучное, и тебе просто нравится картинка со стороны, как оно смотрится. Еще мой совет такой, не писать в стол, потому что даже я этим грешу, у меня очень много того, что я пишу в стол по три года, я понимаю, что никогда это не допишу, и надо, как говорится, kill your darlings, убивать своих любимых. То есть иногда некоторым идеям надо умереть, чтобы они дали жизнь чему-то другому. То есть не цепляться за идеи, не говорить, вот у меня сценарий, я пишу 10 лет, он гениален, мы когда-нибудь снимем, а просто открываться новым, какие-то новые идеи, новые возможности, новое знакомство, новое любви и так далее. Прикольно. Вы знаете, я сейчас... И питчинги. Питчинги, да, кстати, питчинги, это очень такая... Вот у нас, вот из всего того, что вот вы сказали, ну вот блогерство у нас в определенной степени развивается, питчинги тоже, ну с большими сериалами. Вы знаете, я хотел, я вот в нашем семинаре в декабре я много рассказывал про наши такие казахские, как сказать, особенности. Вот. Я хотел вам, в принципе, наглядно показать, что такое, как сказать, казахская предприимчивость на деле. То есть если мне теперь... Когда мне теперь будут приходить молодые ребята и спрашивать, как будет, как стать сценаристом, я скажу, в общем, нужно поехать в Киев, подойти к Насте и сказать, устрой меня бесплатно кем-нибудь на большой оговоренный сериал. Если ты хочешь практический ответ без книжек, которые, скорее всего, ты не прочтешь, то вот так вот. То есть, ну, Анастасия сказала это на нашем видео, поэтому... Знаете, я хотел вас, во-первых, поблагодарить вообще за этот проект, потому что вот вы не написали и действительно мне так, знаете, загорелось. Для меня это была такая цепочка определенных событий. То есть, по сути, я не знаю, связано это напрямую или нет, ну, то есть, я-то как бы с Украиной уже давно так связан с прошлым днем у нас в Ишебанке. Вот. Но для меня это была определенная цепочка событий. То есть, в нашем году я сделал свой блог, потом меня впервые позвали вот на PF Media Week в качестве спикера, потом в декабре меня позвали на провести семинар, потом, ну, туда пришли вы, потом вы мне написали вот есть такая идея, потом мы делаем уже вот этот вот веб-сериал. Для меня это какая-то чудесная цепочка, в которой я могу сделать только вывод, что нужно быть открытым миру, как бы, и как-то и все самое интересное как-то приходит, знаете, само по себе. Поэтому я хотел сказать вам спасибо за этот проект, что я был его участником, потому что я не знаю, как еще по-другому должны были сложиться пазлы, чтобы я как бы в нем оказался, да, тем более, как я вам уже говорил в самом первом своем как бы письме, я не понимал в этом, я понимал, что это замечательный проект, не понимал, зачем вам нужен я, например, да, то есть, но я говорил о том, что если, ну, что-то вот делать, его надо как-то делать прямо сразу, потому что телек, это реально, это если будет только пять волн пандемии, знаете, телек тогда расшевелится и сделает такой сериал, но я бы не хотел, чтобы было столько волн, как будет. Вот, поэтому я надеюсь, что в нашем проекте будет много зрителей, и надеюсь, что, ну, мы еще что-то сделаем вместе, по крайней мере, вы знаете, как сказать, вот в самом процессе, когда я смотрел за вами, я думал, ну, если честно, я думал о том, что, ну, вот классно, ты же, вот я когда уезжал с Киева после нашего семинара, я подумал, что классно, мне отправляют заявки, но, опять-таки, в нашей реально таковы, что пока я не вижу людей в деле, как бы, мне очень тяжело рисковать, как бы, да, ну, в смысле, потому что, ну, в нашем случае заявки это ничто, ну, как бы, да, потому что, ну, ситуация, когда заказчик просто говорит тебе, что делать, мне просто нужны люди, с которыми можно вместе идти. И я думал, что я уже видел, как вы работаете, я думал, ну, для себя-то я уже все свои задачи закрыл, то есть, ну, я увидел людей в работе, я хочу дальше с ними работать, когда будет возможность, и как бы, ну, в смысле, я уже не проиграл, в этом проекте, поэтому, ну, все равно, классно, я хочу пожелать нашему проекту, чтобы все срослось, потому что, ну, победа этого проекта, это ваша победа, как авторов, и на самом деле, как продюсеров. Ну, я надеюсь, еще будем на связи, спасибо вам большое за то, что уделили мне и нашим зрителям свое время. Вы прекрасны. Пока. Вам спасибо. Спасибо. Да, Николай, ну, а по поводу, зачем вы нужны, во-первых, если бы вы тогда не ответили, мы вряд ли бы сами догадались быстро все это снять, и, во-вторых, вы появлялись всегда в самый пиковый момент, когда что-то не получалось. У нас было два дня до съемок, не было главного героя. Николай, есть главный герой? Да, пожалуйста. Потом у нас нет полиции, завтра съемка, Николай, нет полиции. Через, не знаю, сколько, час прошел, вы уже присылаете фотку в форме каких-то людей. Так, это продюсеры, они будут полицией. Николай, нет коптера, есть коптер. Так что, продюсер на этом проекте, вы и Андрей Куприенко, а мы назовем себя шоураннером. Да, ну-то я глупо шоураннера. Спасибо большое, давайте на связи. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, пока.